В те времена был слышен идиш, теперь такого не услышишь. Остались нам истории людей, воспоминания минувших дней. Все наше, все свое. Вот мы прожили здесь все, вот этот дом стоит на яме. И мы здесь все время с мужем, все время мечтали, чтобы здесь были частные дома, татуарчики, засыпанные все такое. Я говорю, хоть бы здесь взяли и поставили в хорошие дома. Мы дожили, вот поставили, мы тут заимели квартиру, мужу дали квартиру на работе. А тут была баня допотопная, но мы были рады, что тут была баня. Сейчас ее списали, все сейчас постройки там сделали. И, конечно, одна баня на город это очень мало, очень мало на ТЦ. Ну, сейчас своя баня в доме, моемся, купаемся и все. Но мы такие счастливые, что мы получили тут квартиру. Мы все время всю жизнь мечтали, чтобы получить где-нибудь квартиру. В 18 лет мы стояли в общежитии, жила. Мы вместе с мужем жили там, когда поженились в 61-м году. И в общежитии мне дали квартиру, и мы там жили 4 года. Там, в Швейной. Вот напротив, где же остановка Швейная. Прожили 4 года, дали квартиру. Но стояли мы на очереди 11 лет. Город растет не по дням, а по часам. Конечно, не сравнить. И набережная такая богатая и красивая. И эти фонтаны. Ну, фонтан, мы когда приехали, фонтан тоже был напротив вокзала. Любовали с этой водой. Потом его списали. Сейчас опять вот построили. Очень красиво, конечно, очень красиво. И много, конечно, этот Арбат, который... У меня дочь в Израиле живет старше. Так она, мама, что у вас там за Арбат? Она мне знает, они 10 лет там уже живут. А я говорю, ну, стала ей объяснять, что напротив рынка такая постройка большая произошла. И вот здесь нам сделали... Остановки все убрали. Я говорю, сделали хороший отдых для всех. Не только для пожилых, но и для молодежи. Есть где-то посидеть, и с ребенком, и так. Стаж работы у меня был 40 лет, но, может, несколько месяцев не хватало, потому что я, значит, я начинала учительницей, я закончила предучилище Биробиджанское. И поехала в наш, в Октябрьский район, в школу по распределению. Там 3 года я проработала. Вышла замуж вот за своего, этого мужа, с которым уже вот 43 года будет, скоро мы живем. И родила там старшую дочь, вот Лену, и вернулась сюда, в Биробиджан, как раз 3 года, как мне сколько положено было. Вернулась в Биробиджан, вот на улицу Ленина, где жили мои родители, поскольку в те времена даже снять квартиру нельзя было. Снимали тогда либо банки, вот у частных, либо эти кухоньки, вот там тоже во дворе были. И вот снимали, это, конечно, было жуткое житье. Я была в такой квартире, там дверь открывается, и сразу улица, мороз. А здесь ребенок маленький, представляете, сколько раз там он болел и все такое. Поэтому мы жили у родителей, теснота была, у нас одна комната и кухня, больше ничего не было. Никаких, ну, из удобства было отопление, и был газ позже. Но закуточка даже никакого вообще не было, все остальное на улице. И вот мы там жили с родителями, потом родители умерли, мы остались одни. Вот у нас потом семья выросла, и до 79-го года я там жила. Ну и вот когда я вернулась в Биробиджан, здесь не было, в педучилище же много лет было, и здесь не было мест для начальных классов. Ну и вот некоторые мои подруги, которые оказались в таком же положении, как я, они где-то чему-то учились, на какие-то курсы шли или что-то. А я подумала, что вот дочка подрастет, я, может быть, попытаюсь в институт поступить, ну, не хотела уходить из школы, но пока же все равно надо было работать. И я искала, в общем, полтора года я прыгала с места на место, искала что-то такое, чтобы я могла выполнять эту работу, и чтобы я их устраивала, а работа меня, вот таком образом. И вот в декабре 69-го года я пришла в Биробиджанскую звезду. Учетчиком отдела писем. Ну, это такая техническая работа, вот приходили письма, надо было регистрировать их, разносить, там, работать с ними и так далее. И проработала таким образом я 13 лет, значит, учетчиком, потом была техническим секретарем, ну, секретарь-машинистка называется, кадровик она же, и корректором была, и подчетчиком была, в общем, одна во всех видах. Кем нужно, тем и была. А потом, как-то так случайно, меня перевели в творческий состав. И вот это с 83-го года по 2006, то есть 23 года, я проработала корреспондентом газеты «Биробиджанская звезда», и в конце стала редактором, чем редактором отдела стала в конце. Когда мы приехали в «Биробиджан», всего один двухэтажный дом был на улице Октябрьской. Потом началось строительство, там напротив гастроном построили, потом стали строить везде, деревянные строили, двухэтажные дома. Вот, на заводе «Дальсельмаш» здесь тоже были деревянные дома. Уже строительство вот началось в основном это после войны. После войны уже многое построилось, и улица Шалума-Лейхама стала строиться. Вот так. Автобусов не было, не ходили автобусы тогда. Мы ходили пешком. Вот когда уже поселились мы здесь, на «Дальсельмаш» и до города шли, ходили пешком. Это моя родина, считай. Вот. Сейчас я вот не знаю, какой город, говорят, красивый стал. Хотелось бы посмотреть. Все-таки давно уже валяюсь, приковано к постели. Хотелось бы посмотреть, какой он сейчас стал. Красивый городец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...